Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. Сегодня в голландском городе Вейканзе были сыграны партии 9 тура. И соответственно, присаживайтесь поудобнее и вместе с вами посмотрим, какие интересные партии и интересные события происходили у нас в 9 туре. В 9 туре играют Сэмюэль Шенкланд с Магнусом Карлсоном, Тимур Раджабов с Вадимиром Федосеевым, Аниш Гири с Ваном Форестом, Ян Непомнящий из Сантош Видит, Вадимир Кравник, Дин Лежень, Шахрияр Мамедьяров с Яном Дудой и Рихард Раппорт с Виши Анандом. Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Сантош Видит. Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6, Конь Бьет Е5, Д6 и здесь Ян Непомнящий сыграл Конь Д3. Ход, который являлся новинкой в матче между Магнусом Карлсоном и Фабиано Куруаной, но теперь, соответственно, тропки уже протоптаны и соперники исполняют. Конь Бьет Е4, Ферзь Е2, Ферзь Е7, Конь Ф4, именно так трактовал позицию чемпион мира против Фабиано Куруаны. Конь С6, но здесь Ян Непомнящий меняет направление игры и играет С3. Ход является новинкой, повторюсь, что в партии предшественник у нас была Карлсон Куруана, сыгранная совсем недавно в матче на первенстве мира в Лондоне, и там играл Магнус Конь Д5. Следовало Конь Д4, вот такие вот прыжки коней, ну и после Конь Бьет Е7, Конь Бьет Е2, Конь Д5, Конь Д4, пляски вот таких вот коней. У нас здесь происходили Конь А3, защищаясь от вилки, Конь Е6, защищаясь также от вилки на поле Ц7, ну и после Ф3, Конь Ц5, партия завершилась, как мы с вами знаем, в ничью. Но было сыграно Ц3. Итак, после этого партия приобретает уже совсем самостоятельное значение, раньше так никогда не играли. Конь Ц5 играет Сантош Видит, хотя лучше всего было сыграть Конь Ф6, но Конь Ц5 по аналогии в партии Д4, именно в этом и состояла идея Яна Непомнящего, то, что он выгадывает несколько темпов. Ферзь Бьет Е2, Слон Бьет Е2, Конь Е6, Д5, Конь Бьет Ф4, Слон Бьет Ф4, Конь Е5, Конь А3, Слон Ф5, Конь Б5, и вот здесь видит очень интересный ход изобрел, он сыграл рокировка, пожертвовал пешку на поле А7, имея в виду то, что после Конь Д3 шах у Черных будет преимущество двух слонов. Ход очень интересный, но проще, скорее всего, наверное, было сыграть Король Д7, так как на доске у нас практически эншпиль, ферзи-то ушли с доски. Король принимает активное участие, водя идет, например, на поле Е8, после того, как прогоним коня, ну и позиция была бы, скорее всего, абсолютно равной. Но, 3-0, Ян подумал-подумал и решил пешку забрать, Конь Бьет А7, Король Б8, Конь Б5, Конь Д3 шах, Слон Бьет Д3, Слон Бьет Д3, А4, защищая коня, Слон С4, прицепляясь к пешке на поле Д5 и буквально вынуждая белых сыграть 3-0. Тогда Слон Б3, и неожиданно пешка отыгрывается. Все дело в том, что если белые, например, будут упираться, играть водя Д4, то черные разовьют сильную инициативу, они, например, там сыграют Ж6, потом Слона на Ж7 выведут, начнут цепляться, поэтому ладья Д2 играет Ян Непомнящий. Ну и вот здесь, продумав 11 минут, Сантош Видец совершает, на самом деле, неточность, хотя позиция его еще остается с довольно большим запасом прочности. То есть, здесь лучше всего было сыграть не Слон Бьет А4, как сыграл индийский гроссмейстер, а ладья Е8, не пуская ладью белых на поле Е1, что очень важно. То есть, мы просто активизируем ладью, правда, в этом случае после А5 придется черным доказывать, что у них за пожертвованную пешку инициатива. Но они могут сыграть Ж6, Слона вывести на поле Ж7. Действительно, здесь за пожертвованную пешку у черных хорошая позиция и, соответственно, компенсация в виде мощных двух слонов, поскольку позиция открытая, а не закрыта. Но Слон Бьет А4 решил индийский гроссмейстер восстановить равновесие. Конь Д4, Слон Е7, Б3, и вот здесь опять же индийский гроссмейстер удивил. Вместо хода Слон Д7, нормального человеческого хода, он сыграл достаточно вычурно ходом Слон Е8. Ну, Слон Д7 и ладья А2 показывают вариант план белых. Белые хотят сыграть король Б2, ладья А1 и где-то дать мат черным уже. Ладья Е8, король Б2, но черные все успевают. С5, и вот я нашел ничейную красивую развязку. Опять же, ДС, БС, белые сдваиваются, черные играют С5, у них великолепные фигуры, преимущество двух слонов, поэтому белым здесь за радость просто-напросто объявить вечный шах по полям значит, А8 и А7. Никуда, соответственно, черный король не убегает, поскольку конь с поля Д4 сторожит поле С6. И получается вот такая вот ничья вечным шахом. Но было сыграно Слон Е8. Итак, ладья А2, Ян уже, что называется, значит, применяет вот этот свой план. Слон Ф6, ладья Д1, слон бьет Д4. Здесь играет Сантошвидет, не выдерживает, значит, конь действительно его напрягает, конь на поле Д4 занимает серьезную позицию, доминирующую, например, хотят сыграть король С2 и ладья А1, белые, поэтому видит, меняет этого коня, переводит игру в окончание с разноцветными слонами. Намереваюсь, значит, сделать легкую ничью, поскольку разноцветные слоны всегда являются предвестниками скорой ничьей. Итак, ладья Б4, слон Д7, С4, Б6, Б4, и вот здесь, продумав минуту, на 26-м ходу, цепноты еще особого не было, индийский гроссмейстер совершает очень серьезную ошибку, играя король Б7. Ход кажется чрезвычайно логичным, то есть, ладья просто идет на поле А8, логика в этом ходе присутствует полнейшая, то есть, черные хотят разменять все ладьи по вертикали А, но напарываются на красивый тактический удар, который, как мне кажется, издалека видел Ян Непомнящий. Вы можете поставить видео на паузу и попробовать, соответственно, найти, как белые добиваются большого перевеса после неудачного хода король Б7, ну а я скажу лишь то, что черные, играя ладья Е8, выводя последнюю ладью в бой, соответственно, здесь была бы позиция абсолютно равной, ничего здесь с черными не случалось. Ну а после король Б7 последовал ход С5, барабанная дробь, и начинается прорыв и мощная атака двух ладей и слона. Все дело в том, что когда у нас слоны разноцветные, то остальные фигуры, если, например, на доске у нас присутствуют тяжелые фигуры, то, как мы с вами знаем, значит, из законов Метельшпиля, а кто не знает, соответственно, я рассказываю, так вот, при разноцветных слонах наличие дополнительных фигур только усиливают атаку, а мы здесь видим, что действительно белый переходит к атаке. Итак, что делать грозит С6, вилка? Ну, нужно бить ДС. В БС снова грозит вилка, значит, злосчастная. Здесь Сантошвидит, подумав, соответственно, всего лишь 5 секунд, нашел сильнейшее возражение, играя С6. Ну, просто-напросто механически препятствуя вилке. Если, например, сыграть БС, ход кажется очень логичным, но на самом деле этот ход уже проигрывает партию. то есть, ладья Б2, шах, теперь нельзя идти вперед, король А6, тогда ладья Д3 грозит мат, ну и ничего не остается, надо играть слону Б5, тогда шах, и просто ладья Б3 и потеряли черные слона. Это простой вариант. Если ладья Б2, шах, король С8, то ладья С4. Мы хотим отъесть пешку на поле С5 и добраться до пункта на поле С7. И здесь получается так, что черным нужно играть Ж5, отвлекая слона хотя бы на мгновение. То есть, если слон бьет Ж5, то ладья Е8. Ладья бьет С5, и черный успевает заехать ладьями. Ладья Е1, король Д2, ладья Е8. Получается, здесь какая-то активность, такая вот псевдоактивная. Ладья идет на поле Е2, поэтому слон Е3, белые вынуждены играть. Ну и после ладья А1, слон Ф4, ладья А7, ладья С2, все-таки белые здесь все равно добиваются выигранной позиции. То есть, несмотря на все ухищрения черных и скидок пешки, позиция все равно у белых выигранная при точном ответе. Но проще всего на Ж5 сыграть слон Ж3. Теперь, что делать? Опять же, угрожает ладья бьет С5 и ладья бьет С7. Нужно играть Ф5, тогда Ф4, Ж4 и просто ладья бьет С5. И опять же, здесь позиция с большим перевесом у белых, поскольку у черных нет абсолютно никакой контр-игры. Но на БЦ было сыграно С6, индийский гроссмейстер на чеку и создает максимальные затруднения белым. Итак, СБ грозит ладья А4. И здесь СД сыграл индийский гроссмейстер. Точнее всего, здесь было срочно играть ладья А8, как и задумывали черные. Что здесь могло не понравиться индийскому гроссмейстеру? Ну, понятно, что если, например, играть по аналогии в партии ладья А7, то здесь не успеваем. Ладья бьет А7, БА, король бьет А7 и получается так, что никакого вскрытого шаха нет. У белых пока нет слона на поле Е3. Слон Е3, король А6, ладья А4, король Б5, ладья А7, ладья Д8, то есть белые, конечно, здесь добиваются доминирующие позиции. Ладья Б7, король А5, слон Ж5, король А6, но после ладья Ц7, Ф6, взяли слон Е8, точное отступление, висит слон, если ладья уйдет, то потеряется пешка на поле Ц6, ну и получается после слона Е3, король Б5, ладья бьет Ж7, слон бьет Ц6, абсолютно неясная позиция, поскольку у черных здесь, соответственно, черный здесь активизируется, пешка на поле Ж2 атакована, ну и, соответственно, получается так, что выиграть эту позицию белым будет чрезвычайно тяжело, поскольку черные сейчас просто хотят защитить пешку на поле Х7, ходом у ладья Д7. И если перейти в окончание, то будет разноцвет 3 на 2, конечно, скорее всего, легко защитимой со стороны черных. То есть здесь борьба была бы еще вся впереди, ну и тем более на Ф3, не пуская ладью, можно как ладья Д7 сыграть, так еще точнее просто сыграть, например, Х5, просто уводя пешку из-под боя, и здесь ничего страшного, соответственно, с черными не случалось. Ну вот это был последний момент, после ЦБ нужно было играть срочно ладья А8. Было же сыграно ЦД, и после слон Е3 вот теперь уже действительно всерьез угрожает ладья А7 шах. Ладья А8 и это уже поздно. Ладья А7 шах последовала, ладья бьет А7, король бьет А7, и выяснилась четкая разница. Бить нельзя на А7 из-за ладья бьет Д5 скрытого шаха и потери, соответственно, слона на поле Д7. Слон С6, защищая пешку, ладья Ж4, и начинается раскачка. Ладья Ж8, король Д2, и опять же, вот здесь еще можно было сопротивляться упорно, если бы черные сыграли не король С7, выпуская ладью, соответственно, из подвиду. Ну, то есть, сейчас после король С7 Ян сыграл ладья Б4, отрезая короля и грозя ходом слона Ф4 с немедленным выигрышем. Мы еще этот вариант с вами, друзья, увидим. И увидим все эти взаимные цуксванги. Так вот, вместо хода король С7, король А8 еще позволял худо-бедно как-то держаться, но анализ показывает, что все равно позиция белых с большим перевесом. И смотрите, как красиво белые раскачивают оборону. Итак, слон Д4 играем, теперь нету хода Ф6, потому что мы съедим на Ф6, ладья на Ж8 не защищена, мы напали на пешку. Ж6, ладья А4, А5, ладья Ф4, мы гоним просто-напросто пешки вперед, Ф5. И вот теперь, когда пешка на поле Ж6 оказалась заманена, мы играем ладья Ф3 и переводим ладью вот по такому маршруту. Вот такое вот мышление схемами белые применяют. Ладья идет через поле Б3 на поле Б6, атакуя слона, и одновременно король шагает на поле Ж5. Здесь очень слабая позиция у черных, и скорее всего они просто-напросто везде в вариантах здесь проигрывают. И все из-за того, что король не принимает участие, поскольку вынужден сторожить пешку на поле А7, который находится под защитой слона на поле Д4. Ну, после короля Д2 возвращаемся к партии, был сыгран на король С7, последовал ладья Б4, точнейший ответ, и угрожает следующее. Если, например, сделать какой-то тупой ход, ну, просто покажу, что грозит, да, H6, тогда ладья Б8, теперь бить нельзя на ладья Б8, потому что слон Ф4, и у нас ферз проходит. Поэтому приходится что-то делать, ладья атаковано, и получается красивейший Цукцванг. То есть ладья теперь может ходить только по полям Е8 и С8. Из-за чего? Из-за того, что везде грозят ходом слона Ф4 белые. Итак, ладья С8, здесь ладья защищена, и пока ничего не происходит. Если мы съедим на С8, то поле А8 контролируется слоном. Но белый начинает раскачку. H4, и получается так, что ладья может пока, ну, то есть могут ходить пешки. Мы сейчас с вами увидим позицию абсолютного Цукцванга. Помните позицию, например, значит, партию Олехин-Немцович, где Олехин при полной доске фигур создал Цукцванг черным. Так вот, здесь будет сейчас нечто похожее. Итак, F6, H5, заблокировали, соответственно, мы королевский фланг. Король D7, слон B6, теперь, соответственно, переводим слона. Дальше король у нас исключается из игры, остаются только ходы либо пешками, но на ход F5 мы всегда отступим слон D4 и съедим пешку на поле G7, поэтому черный вынужден ходить только ладьей с поля C8 на поле E8. Других ходов, как несложно убедиться, нет. Итак, ладья E8, F3, король D3, вернее, ладья C8, король D3 и белый идут королем на поле C5. Ладья E8, король D4, ладья C8, король C5 и теперь уже, соответственно, грозит размен и взятие слона, ничего не помогает, слон B7 нужно играть и теперь мы просто бьем, на король бьет C8, соответственно, ну, то есть, на слон бьет C8 мы проводим ферзя, а на король бьет C8, играем король D6, все, король проникает, пешка на поле D4 никуда не идет, скидок пешки не помогает, потому что мы вовремя поставили вот такой вот клин, то есть, слон нашей пешки атаковать не может, а мы просто-напросто, видите, создали мощнейший полупад практически, то есть, остается только два хода, слоном с поля A8 на поле B7 и все, легко побеждают. Поэтому после ладья B4 был сыграно слон B7, но слон B6 шах и снова король C6, еще одну неточность совершает индийский гроссмейстер, хотя здесь уже не помогал и король D7 из-за хода слон A5, висит слон и на слон A8 и ладья B8. И в дальнейшем мы точно так же выигрываем тем же самым способом, который я вам показал вот только практически только что. То есть слона ставим на поле B6, пешку на поле H4, пешку на поле F3 и на цук сванге соответственно дожидаемся того, когда у черных кончатся ходы и белый соответственно усилит позицию и выигрывает. Но после слона B6 король C6 все закончилось гораздо быстрее, потому что Ян отступил слон A5 и выяснилось то, что угрожает ладья B6 с выигрышем слона и делать собственно нечего. Нужно как-то ходить, ну сделаем какой-нибудь опять же ход H6 просто показать что грозит. Грозит ладья B6 шах, чтобы не потерять слона нужно идти король C7 и теперь мы встаем под скрытый шах, поэтому ладья F6 может беспрепятственно уходить под бой и соответственно съедать пешки. Здесь опять же черные были абсолютно беспомощны, потому что на суксланге они снова теряли все на свете. Поэтому после хода слон А5 здесь индийский гроссмейстер признал свое поражение. Вот так вот, друзья, победа Яна непомнящего российского гроссмейстера, который использовал мало значительные вот такие вот, но существенные приточной игре ошибки индийского гроссмейстера и сумел одержать очень важную победу. И теперь Ян снова у нас присоединяется к борьбе за первое место. Ну а мы с вами идем дальше. Белыми играл Тимур Раджабов, черными играл Владимир Федосеев. И мы не будем с вами смотреть всю партию, поскольку в ней нет ничего примечательного, а посмотрим лишь Эншпиль и то, что в нем случилось. Итак, на доске у нас возникло абсолютно ничейное ладейное окончание, где у белых три пешки на кроевском фланге, а у черных соответственно две пешки на одну на ферзевом фланге. У белых играют ладья Ж8, ладья бьет Ж3, и белый устремляется вперед королем. Король Е5. Несмотря на то, что не хватает у белых пешки за счет активности и приставания к слабым пешкам на полях Б6 и Ж6, белые здесь могут рассчитывать на вполне благополучный исход партии. Ладья Е3, король Д4, ладья Ж3, король Е5, король Ф7, ладья Б8, белые цепляются, ладья Е3, король Д4, ладья Е6, слабые пешки, но как без короля-то выигрывать? Король Д5, король Е7, ладья Ж8, ладья Д6, шах, король Е5, король Д7, и вот здесь на 79-м ходу, продумав 3 минуты 18 секунд, Тимур Раджавов допускает решающую ошибку в этом ладейном окончании. Ну, что хотят белые, да? То есть, вернее, черные. Черные, конечно же, хотят каким-то магическим образом прорваться королем на поле Б4. И, конечно же, здесь надо было белым просто играть ладья Б8, и с ними было бы все отлично. То есть, на король С6 мы играем просто король, значит, ладья С8, и короля не пропускаем никуда. Например, король Д7, ладья Ж8, и белые снова продолжают стоять. Ну, вот здесь случилась катастрофа. Тимур Раджавов сыграл ладья Ж7, шах, ход оказался абсолютно ужасным, поскольку после король С6 белые теряют решающий темп. Все дело в том, что теперь король проникает на поле Б4, нету шаха с поля С7, поскольку король-то это поле стережет. Ну, и после ладья Ж8, король С5, как вы понимаете, все закончилось после ладья С8, ладья С6. Здесь, соответственно, уже все, конец, делать-то нечего, собственно. Пришлось бить ладья Б6, и после короля Б6, король Ф6, Б5, такого вот прорыва, АБ, и точного хода король Д6, здесь, соответственно, проиграли белые, поскольку ничего они не успевают. Все дело в том, что король, то есть, если будет забирать король пешку на поле Ж6, то наша пешка быстрее превратится в ферзи. Пешка Б никого не интересует, то есть, даже вот так вот издевательски сыграл Владимир Федосеев, и здесь Тимураджабов просто признал свое поражение. Ну, не успевает, действительно, на самом деле, то есть, например, король бьет Ж6, тогда мы играем А4, например, Ф5, А3, Ф6, А2, и очень важно то, что на Ф7 мы успеваем, соответственно, здесь сыграть король Е7. И вот она вся разница. Теперь у белых никуда пешки не прошли, а на король Ж7 мы заманиваем, соответственно, белых под шах, то есть, наш ферзь превращается с шахом, и белые, конечно же, проигрывают. Поэтому после вот АБ и точного хода король Д6, здесь белые, соответственно, признали свое поражение. Ну, на что они рассчитывали? Наверняка они рассчитывали на ход король бьет Б5, и после король бьет Ж6, А4, Ф5, А3, Ф6, А2, Ф7, А1 ферзь, Ф8 ферзь, ферзи проходят одновременно, и получается ничья в ферзевом окончании. Но вот такой вот точный ход после АБ король Д6 показал Владимир Федосеев, и выяснилось, что все, пешка черных во всех вариантах проходит быстрее. Такая вот катастрофа случилась с Тимуром Рожавом, азербайджанским гроссмейстером в ладейном Эншпиле, и он потерпел такое вот обидное, незаслуженное поражение. Ну, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Ани Шгири, черными играл Йордан Ван Форест. С4, С5, Ж3, КЦ6, С2, Ж6, КЦ3, С7, Б3, Е6, С3, Д6, Е3, КЕ7, КЕ2. На доске у нас английское начало, рокировка, рокировка, КНФ5, Д3, и ничего примечательного в этой партии нет, кроме одного момента, который я и хотел бы вам показать. Итак, ферзь Д7, ладья Ц1, ладья Д8, ферзь Д2, Б6, и белый прорывается Д4. Следует СД, ЕД, и черный отвечает симметрично ходом Д5. СД, и вот здесь черные затевают очень интересную комбинацию. Они играют Конь С бьет Д4, казалось бы, бред, потому что после ДЕ атакован ферзь, и висит ладья. Кажется, что вроде бы черные просчитались, но они заметили тот факт, что после КНФ3 шах они выигрывают ферзя. Ферзь на поле Д2, видите, не защищен. Слон бьет Ф3, ферзь бьет Д2, ЕФ, шах, король бьет Ф7, и слон бьет А8. И выяснилась очень интересная позиция, то, что грозит ладья Д1 с поимкой ферзя. Ферзю ходить некуда, смотрите, ни одного хода нормального ферзю просто нет. Пешка на поле А2 защищена, все поля держатся, а самое главное, что невозможно защититься от этого хода, например, после ладья Д1, ферзь Ж5, потому что белым сыграют конь Е4, и ферзь будет висеть с шахом, и ладья не защищена. Поэтому здесь сыграл слон Ф8, Йордан Ван Форест, с надеждой разменять слонов, но сильнее всего сыграть конь Д4 было. И вот здесь белым нужно проявить очень красивый вариант, то есть показать красивый вариант, который ведет к форсированной ничьей. А именно, конь бьет Д4, слон бьет Д4, конь Е4, теперь делать нечего, поскольку белые хотят залезть ладьей на поле С7, ферзь на поле Ж5 не идет, ферзь бьет А2, казалось бы, что у черных все в порядке, потому что у белых завис слон на поле А3, но после ладья С7 шах, выяснилось, что единственный ход, который не проигрывает, это ход ладья Д7. Все остальные ходы уже просто проигрывают партию из-за этого шаха, поскольку у белых здесь страшная начинается атака. Например, король Ж8, слон Е7, просто показывает, что грозит, теперь атакована ладья и атакован слон. Если ладья уходит на Е8, то после слон Д5 говорить нечем, здесь сразу конец, потому что все. Видите, как король далее попадает просто-напросто под скрытые шахи везде, и здесь получается у нас уже маты везде висят. Поэтому после ладья С7 шах нужно закрываться ладья Д7, конь Д6 шах, еще один шах, и единственный ход, который не проигрывает, это ход король Ф6. Опять же, все остальные ходы проигрывают. Если мы уходим на поле Ф6, так, прошу прощения, если мы уходим на поле Е6, то включается ладья с поля Е1, и здесь получается симпатичнейший мат. То есть, король Ф6, конь Е8 шах, и после короля Ф7, слон Д5 мат. Вот это, мат, да? Смотрите, какой чистый, красивейший мат на доске. Конь отрезал поля даже не может взять слона, поскольку она связана. Поэтому после конь Е8 нужно играть король Ф5, и теперь слон Е4, король Ж4, король пускается в путешествие, которое, соответственно, как вы понимаете, ничем хорошим для него не заканчивается. Форсированный мат объявляют белые. Х3, взяли, шах, 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 король Ж5, слон С1, король Х4, Ж5, король Х5, и слон Ф3, мат. Я вам просто показал, какие опасности грозят здесь черным. Поэтому после конь Д6 только король Ф6, белые могут играть. Теперь у черных нет времени для подключения, значит, вернее, у белых нет времени для подключения каких-то фигур к атаке, например, взятие слона на поле С8, поскольку у них висит ключевая фигура, а именно чернопольный слон на поле А3. И здесь самое лучшее это сыграть конь Е8, шах. Теперь, опять же, обратно нельзя идти на поле Ф7. Надо играть король Ф5, конь Д6, шах, король Ф6, конь Е8, и получается вот такая вот красивейшая ничья вечным шахом. Смотрите, друзья, просто какая красотища на доске, да? Очень красиво на самом деле. Смотрите, нельзя идти король Ф7 по причине опять того же хода слон Д5. Теперь на взятие мы просто съедаем слона, и получается так, что некуда отходить. Видите, как слоны режут все поля. На ладья Д8 мы просто играем слон С6, и все, и конец. И на король Ф7 просто съедаем ладью. И на ферзя, значит, на взятие слона мы просто съедаем еще и слона, и остаемся с двумя ладьями и слоном за ферзя. Конечно же, здесь у белых абсолютно выиграно. Поэтому вот я просто партия запоминается вот именно таким моментом, если бы в анализе здесь сыграли черные не слоны Ф8, а конь Д4, то вот партия могла закончиться вот таким вот красивейшим ничейным вариантом, когда конь скачет по полям Д6 Е8, и главное, любое отступление не туда сразу же приводит к черных к катастрофе. Ну а партия закончилась после слоны Ф8, ладья Д1, сдали черные обратно ферзя, после слона бьет А3, ладья бьет Д2, ладья бьет Д2, слон Д5, шах, король Д7, ладья Д1, все поменялось и соперники вскоре сразу же согласились на ничью. Несмотря на то, что у белых лишняя пешка, у черных два слона, компенсация в виде двух слонов, и здесь после конь Д6 даже не стал Аниш Гири мучить своего менее опытного соперника, почему-то они согласились на ничью. Ну что ж, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Владимир Кравник, черным играл Дин Лежень. Конь Ф3 Д5, Д4 Конь Ф6, С3 С5, Е3 Е6, Конь Д2, Конь Д7, слон Д3 Б6. На доске у нас дебют ферзевых пешек система Колля. Ферзь Е2, слон Б7, рокировка, слон Е7, Б3, рокировка, слон Б2, ладья С8, ладья С1, слон Д6, С4, Кравник прорывается в центре, получается у нас вот такое вот выгодное пешечное напряжение и ЦД новинка. В партии предшественницы, которая игралась между Баталовым и Кутиным в Новокузнецке в 2014 году, черные играли Ферзь Е7. Следовало Конь Е5, белые воцаряли своего коня, ну и после слон Б3, 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 тогда ЕD, Ферзь Е7, Конь Е5, Слон А3 и вынуждается размен чернопольных слонов. Слон Б3, Ферзь Б3, Ф4, Кравник жертвует пешку, ну которую опасно принимать, потому что после Ладья А1 там может просто Ферзь пойматься. Ж6, Конь Ф3, ДС, БС, Ферзь Д6, Ферзь Е3, Слон Б3, Конь Б3, Ладья Д8, Ладья С6, Слон Е2, Кроль Ж7, Ферзь С1. Начинаются у нас маневры, где мы видим, что у белых на самом деле оказалось больше слабостей, поскольку пешки на полях С4 и Д4 являются опять же висячими пешками, то есть пешки, которые не защищены по вертикали Б и по вертикали Е, не могут быть защищены, значит, другими пешками только могут быть фигурами защищены. Х5, Ферзь А1, Конь Е7, Конь Е5, Конь Водя Д3, ну, ставит Крамник небольшую ловушку, поскольку пешку на поле Д4 брать нельзя из-за мёртвой связки после Водя ФД1, поэтому король Ж8 играет Дин Лежень, Слон Ф3, Конь Д7, и вот здесь Крамник играет очень активно, вместо, например, хода С5, который он придумал, такой вот активный ход, потом Конь там пошёл у него на поле С6, Ферзь С3 давал более спокойную игру, ну и после Конь бьёт Е5, ФЕ, Ферзь Д7, Слон Е4, здесь, скорее всего, всё разменяется и будет лёгкая ничья вскоре, но опять же, бить на Д4 плохо из-за мёртвой связки, а иначе белые просто съедят коня на поле Ф5, ну и получится ничейное тяжёлофигурное окончание, но Крамник играет С5, Крамник опять же ищет бури, Ферзь С7, Конь С6, Ладья Е8, Ладья А3, А5, ЦБ, Ферзь бьёт Б6, Ладья С1, Конь Ф6, Ладья С3, кажется, что у белых вообще всё отлично, поскольку они очень активно располагают свои фигуры, и здесь следует ход Конь Д5, с нападением и на ладью, и на пешку, Ладья С5, Конь бьёт Ф4, и так, пока не могут играть Конь Е7 белые, поскольку Конь с поля Ф5 возьмёт этого коня и возьмёт поле С8 под контроль. Ферзь С3, А4, Ферзь Д2, Конь Д5, Х3, Король Ж7, Ферзь Ф2, Х4, и здесь, если поставить эту позицию на компьютер, то компьютер показывает уже большой перевес в пользу чёрных. То есть, он говорит, что Кравник зря пожертвовал пешку, теперь у него вместо висячих пешек остался изолятор на поле Д4, но с другой стороны, с человеческой точки зрения невозможно понять, почему здесь у чёрных должно быть так хорошо. Поскольку Конь на поле С6 монстр, ладьи на поле на вертикали С очень активны, но компьютеру, что называется, виднее, да? Бездушная железяка имеет какие-то свои, значит, собственные размышления на этот счёт. Нам её не понять. Итак, Король Ж1, ладья С7, Херзь Е1, ладья С8, и вот уже собственно чёрные перегруппировались, и Конь-то атакован, Слон бьёт Д5, ЕД, Ферзь Б4, нападая на Ферзя, и вот здесь наступил критический момент в партии. Продумав 5 минут, Дин Лежин не нашёл здесь очень красивое возражение, которое, опять же, находит компьютеры, но компьютеры, они считают настолько глубоко, насколько человек просто не может даже заглянуть. То есть, вот кто здесь в здравом уме найдёт ход ладья С, Б8? Вот скажите мне, мне кажется, никто из вас даже такой ход не мог и в мыслях представить. Но компьютеры говорят, что, ну, понятно, бить на Б8 нельзя, потому что мы теряем Ферзя. С другой стороны, если мы бьём на Б6, то там, опять же, мы давим на коня на поле С6, после чего будут угрожать всевозможные, опять же, переходы в иншпиля с изолятором и лишней пешкой у чёрных. Но вот после Ферзь бьёт А4, ведь Крамник именно на это, скорее всего, нацеливался, он же напал на пешку. И вот здесь компьютер говорит, что нужно играть ладья Б8, ладья идёт на поле Е4, и у чёрных просто выигранная позиция, поскольку, значит, вдобавок ко всему, конь там идёт на поле Ж3, и начинается у чёрных мощная атака. Там где-то Ферзь на поле Б2 идёт в вариантах. В общем, сумасшедшие варианты, и белым было бы очень тяжело держать короля. Видите, все фигуры, сейчас я их обозначу зелёным, то есть все фигуры белых смотрят сейчас на ферзевый фланг, в то время как король пока один-одинёшенек. И вот таким вот чётким перебросом чёрные добиваются, соответственно, выгоды. То есть ладья идёт на поле Е4, занимая форпост, пешка на поле Д4 начинает подвисать, за ней начинает на связках подвисать ладьи. В общем, сумасшедший дом начинался, но, к сожалению, значит, день-лижения у нас не компьютер, а может быть даже и к счастью, он ход, естественно, после ферзь Б4 ход ладья Б8 не поднял, сыграл ферзь А6, защищая пешку, и последовала красивая развязка ход Конь Е7. Вот так вот, с нападением просто на ладью и успевают, соответственно, белые разбить пешки чёрным. И здесь соперники сразу же после хода Ладья БЦ5 согласились на ничью. То есть вот здесь вот упустил весь перевес день-лижения ходом ферзь А6, но повторюсь, что найти вот этот компьютерный ход Ладья Б8 было совершенно не под силу человеку. То есть ход нечеловеческий, но машина легко видит. Ну и, как говорится, и бог с ней. Итак, Ладья БЦ5, и здесь соперники согласились на ничью, потому что после Конь Е7 начинает всё зависать. Ферзь Е2, чёрные могут сыграть, теперь бить на А4 нельзя из-за Ферзь Е3 с выигрышем ладьи, но Ферзь Ф4 можно сыграть, и здесь опять же очень слабые пешки у чёрных и также и слабый король не дают соответственно им ни о чём помышлять, поскольку у белых здесь ещё и пешка С, значит, проходная, поэтому здесь скорее чёрные уже должны соскакивать на ничью, нежели белые добиваться этой самой ничьей. Вот так вот, друзья, мы с вами посмотрели самые интересные моменты девятого тура, все остальные партии у нас завершились ничью, в том числе и партия чемпиона мира Магнуса Карлсона, там ничего интересного не было, поэтому мне не остаётся ничего иного, как вместе с вами посмотреть положение участников после девяти туров. Положение участников после девяти туров на супер-турниры Вейконзе вы видите на ваших экранах. С первого по третье место делят у нас Ян Непомнящий, Магнус Карлсон и Виши Ананд, у них плюс три, с результатом плюс два Дин Лежень и Аниш Гири, на рубеже 50% Ян Кшиштоф Дуда и Владимир Федосеев, а также Тимур Раджабов, который неожиданно проиграл равный Эншпель Владимиру Федосееву. На девятом месте Сантош видит, на десятом Сэмюэль Шенкланд, у них результат минус один, то есть четыре очка из девяти возможных, ну и соответственно с результатом три с половиной очка из девяти на одиннадцатом и двенадцатом месте Рихард Раппорт и Шахрияр Мамедьяров, с результатом три очка из девяти Йордан Ван Форест и замыкает турнирную таблицу Владимир Кравник, у которого пока всего лишь два с половиной очка из девяти возможных. Друзья, если обзор вам понравился, то поставьте ему много лайков, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры, включайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео на моем канале. На сегодня же это все. С вами был комментатор Олег Саламаха, играйте в шахматы, любите шахматы, всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok